Там было сказано, что параметры потенциала, которые мы в кластерах выделяем, мы, по конец частности, под средний квадратичный радиус 3D1. А вот эти размеры кластеров, они же тоже вносят вклад в этот средний квадратичный радиус. Это как-то учитывалось? Я показал, но на него... Сейчас при микрофоне. Да, мы это исследовали. Как раз я показывал, как влияют размеры среднего квадратичного радиуса плотности распределения ГАЛО. А ее мы выбирали в виде центрированной формы функции распределения. И оказалось, что почти не влияет, слабо влияет. То есть мы меняли средний квадратичный радиус ГАЛО от 6 фирменов до 2 фирменов. И при этом средний квадратичный радиус ядра ЛИТИ-11 менялся всего на 20 фирменов. Размеры не должны совпадать, вообще говоря, с размерами свободного ЛИТИ-9. Так? Вот мы посмотрели. Там изменения даже на 10% геометрических размеров очень сильно меняется средний квадратичный радиус ЛИТИ-11. И диверенциальные сечения совсем отличаются от экспериментальных. Валерий Константинович, простите. Вот в первом докладе у Вас упоминался бракаб. А как Вы мобилировали или учитывали развал КОРа? Точнее, развал вот этого геометрона. Он целиком или по частям? Целиком. Значит. Есть две возможности. У Вас есть давание этого, но Вы можете сказать, никто не знает, можете сказать, что они находятся в одной точке. Тогда у Вас потенциал взаимодействия падающего протона с этой точкой это есть сумма двух потенциалов протона нейтронного рассея. Такой потенциал, в принципе, есть. Он с мимой части даже есть. Мы попробуем так и делаем. Но нам показалось, что более правильно это когда Вы работаете с распределенным ГАЛО, а действительно ГАЛО распределено в пространстве, в ЛИТИ-11, и рассчитываете с помощью вот этой функции распределения ГАЛО нейтрона, рассчитываете его потенциал взаимодействия с падающим протоном. По фолдингу. Так как я уже объяснил. Там получается реальная часть и мимая часть этого потенциала. Вот мы с ним хотели. То есть там два потенциала надо сосчитать. Это потенциал взаимодействия падающего протона с ГАЛО, и потом взаимодействие тоже падающего протона с КОРО, то есть с ЛИТИ-9 считают процессы брайкарда. Спасибо.